продолжайте стоять откроем библии настоящие упражнения все так прекрасно пели прекрасно правда евангелие от луки 19 глава замечательный вечер благодаря его великому имени его великое имя великий вечер другие имена нехороший вечер его великое имя великий вечер посмотрим на два стиха мы видели и слышали их раньше удивительные стихи евангелие девятнадцатая глава 10 стих иисус проходит через иерихон и встречает закхея сидящего на дереве и говорит закхею я хочу быть сегодня в твоем доме стих 9 иисус сказал ему ныне пришло спасение дому этому он нравится как бог идет за одним человеком он любит весь мир но идет каждому ныне пришло спасение дому этому потому что и он сын абрама ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие евангелие 3 16 я думал об этих двух словах два дня пастор стивенс упоминал так возлюбил единенный вместе я думал два дня так возлюбил так возлюбил какие невероятные два слова мы знаем этот стих с младшего возраста христианстве ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную отец благодарим тебя мы молимся сегодня бог за потерянный и умирающий мир мы молимся за души мы молимся за обращения мы молимся за проповедь евангелия в недостигнутых местах мы молимся за балтимор за мэриленд за страну называемые Соединенными Штатами Америки мы молимся за континент и просим тебя чтобы ты совершил великую работу как ты и делал в том чтобы нести эту весть потому что ты пришел взыскать и спасти потерянное поэтому мы здесь как церковь как верующие благодарим тебя что в этом так возлюбил находится наша мотивация прекрасно к нашим жизням сегодня во имя иисуса аминь садитесь пожалуйста первое мне бы хотелось поблагодарить церковь в Балтиморе за то что она находится в биении сердца бога в мотивации бога пастор шалер и лиза станьте пожалуйста мы хотим поблагодарить вас я хочу поблагодарить вас лично за вашу жизнь и благодарим вас церковь старейшины доверенные лиц это служение является настолько действенным и мотивирующим меня продолжать я не знаю сколько бы раз я захотел остановиться если бы не это служение это удивительно быть частью этой работы я благодарен за это не имея церкви маневрировал вокруг планеты земля семидесятых встретил пастора тома стюарта он евангелизировал у экспозиции восточных государств я спросил его что он делал он сказал что был на блитце я не понял о чем он говорил он пояснил мы евангелизируем людей я сказал вы шутите вы евангелизируете людей я евангелизировал людей сам с библии и не знал о чем я говорил я был спасен но у меня не было вести не было доктрины не было истины я просто был там это было удивительным соединением это было как во встрече Анании с Салом из Тарса на улице прямой в Дамаске для меня это событие было сотрясение в земле мне нравится этот отрывок писания удивительные они вместе вы видите что Бог это ищущий Бог он ищет потому что он любит он ищет потому что он любит людей Бог любит если вы подумаете об Исаии 6 главе 5 стихе когда Исаия говорил я нечист я погиб но мои глаза увидели царя он услышал голос голос представлял все три единства потому что они сказали кто пойдет для нас кто пойдет для нас они искали кого-то кто пошел бы для них и он просто сказал вот я пошли меня недавно мы говорили по деяниям 17 главе 29 стиху когда Павел был в Афинах и он проходил около места где у них был идол для неизвестного Бога Павла привели на Ария как факт чтобы он рассказал и он сказал я вижу что вы люди особенно набожные на греческом языке его фраза означала вы почитайте демонов он стоял там один никого не было вместе с ним невероятная храбрость человека затем он сказал утверждение которое поразило меня Бог не далеко от вас Бог не далеко от вас и действительно когда мы смотрим вокруг в мире мы видим 7 с половиной миллиардов людей Бог не далеко от них как это может быть первое у Бога есть желание искать и спасти потерянное он не далеко Бог сказал творение провозглашает славу Бога Бог не далеко Бог дал нам совесть с просвещающей каждого человека приходящего в мир Евангелие Теана 1-9 Бог не далеко у Бога есть цель искать и спасти потерянное Бог не далеко у Бога есть церковь на планете Земля церковь Иисуса Христа Бог не далеко у Бога есть Евангелие Бог не далеко может казаться что миссия находится где-то далеко но Бог не далеко Бог не далеко кто пойдет для нас и так вот Бог ищущий и мне нравится когда вы смотрите на все эти три аспекта Отца, Сына и Святого Духа три личности и они ищут Евангелие Теана 4-23 и говорит когда Иисус разговаривал с женщиной в колодце Он сказал Отец ищет людей поклоняющихся Ему Он ищет людей поклоняющихся в Духе и истине Отец ищет Затем говорится как мы читали Сын Человеческий пришел найти и спаси то что потеряно если вы посмотрите на Деяние 8 вы видите Святой Дух постоянно ищет Он ищет так Отец Сын Дух Святой ищет и Отец любящий весь мир и Сын 2 Коринфянам 5-14 и Сын 2 Коринфянам 5-15 любовь к Христа объемлет меня и Дух римлянам 5-8 с 5 по 8 изливает любовь Бога в наши сердца так что все три единства отец Сын и Святой Дух любят и ищут это удивительно они любят и ищут и это не только любят но мне нравится Бог так возлюбил эта фраза хута агапео означает характер Божьей любви качество Божьей любви границы Божьей любви интенсивность Божьей любви это не просто Бог любит но Бог так любит так любит мир что отдал и мне нравится перевод моногенес единородный он один единственный уникальный я отдаю моего единственного сына уникального он так любит он так любит и это мотивация для нас евангелизировать людей в Балтиморе Бог недалеко от них правда просто выйти из дверей чтобы поехать в Южную Америку Китай Индию Азию Среднюю Азию Дальний Восток Африку Европу Восточную Европу и в Канаду Аллилуйя и мы и мы мотивированы тем что он так любит мир 7.5 миллиардов людей если вы подсчитаете много людей которые высказывают идеи о том сколько людей спасено я думаю что на планете Земля около 600 миллионов верующих возможно 600-700 миллионов людей сколько сейчас в Индии в Китае 100 миллионов 100 миллионов 100 миллионов спасенных подумайте об этом 9 из 10 человек потеряны и Бог что делает Бог так любит мир он так любит мир я думал о том как Сатана также является выигрывателем душ хотите я докажу 1 Петра 5-8 дьявол рыкающий лев это уста ходит повсюду это ноги ищет это его сердце кого что дать им жизнь кого он может поглотить он хочет поглотить людей если мы посмотрим на церкви сегодня и мне нравится что сказал Чарльз Сперджин если ваша церковь не евангелизирует не выигрывает души нет процесса мотивации миссии то слово церковь нужно убрать из вашего названия и сказать что это агентство собирающее деньги утром по воскресеньям оу извините нет вы знаете Бог так любит это невероятно это действительно ответ есть столько людей у которых столько много идей ответов на то как изменить мир помню когда я был в Руанде и разговаривал с некоторыми людьми они пережили там геноцид мы были перед отелем Руанда люди задавали вопросы что нам делать что вы скажете об этой ситуации все что я мог сказать людям было Бог так возлюбил мир независимо от того что они пережили Бог так возлюбил мир я размышлял о различных так много в этом мире так много себя в этом мире единственное как избавиться от много себя это так возлюбил мир так много себя себя во всем оно во мне оно может контролировать меня может заставить меня пойти по неправильному направлению так много себя в мире люди говорят об идолопоклонстве в мире мы слышим о деревнях джунглях и о том чему люди поклоняются и приносят жертвы животных позвольте сказать вам зеркало интереснейшее из мест идолопоклонства снова извините но нет зеркало я я должен помочь мне обеспечить меня сделать что-то для меня все 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 обо мне 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 нравится что Павел сказал в Галаках 2 20 и уже не я живу но живет во мне Христос я умер и моя жизнь сокрыта со Христом Богом столько себя и когда это себя действует в христианстве то ничего не происходит только так возлюбил замещает самость человека просто так много себя всюду по телевидению в развлечениях везде это люди которые даже спасены и так много себя как же мы можем изменить это так возлюбил может преобразить это так возлюбил может войти и изменить так много себя затем в мире есть так много зла хеллоу есть люди которые не верят что есть зло знаете что система зла в усложненных культурах намного труднее узнаваемо и устранима нежели в местах где люди летят на вас хеллоу так много зла это в системе зло проделывает искусную работу вплетая себя в систему царь Содомский сказал Аврааму отдай мне людей а имение возьми себе Авраам сказал я не возьму от тебя даже ремня от обуви даже ремня от обуви не возьму слово на иврите имеет значение нечто связывающее тебя и меня в наших духах не возьму от тебя даже ремня от обуви я поднимаю руки мои к Богу Всевышнему столько зла столько зла повсюду невероятно но мы не устрашаемся этим я не боюсь этого я не запуган этим потому что у меня есть так возлюбил у меня есть Бог который так любит меня между прочим одно из величайших препятствий для миссии страх это есть у всех нас но не у меня не у меня не у меня какими были первые слова которые Иисус сказал Петру не бойся отныне будешь ловцами человеков приближайся и убегай не бойся любви что это за любовь совершенная любовь так возлюбил изменяет страх вы со мной Бог дал вам не духа боязни но любви силы и здравомыслия любовь изгоняет страх вы знаете что в первом Иоанна 4 с 7 по 21 29 раз говорится слово агапе 29 раз Бог говорит агапе в этом отрывке писания послушайте есть так много зла но я не боюсь я не собираюсь жить в страхе есть боязнь разговаривать с людьми о Христе боязнь миссии в мире боязнь пересечь улицы у нас есть самые разные страхи что произойдет со мной если я съем это или пойду туда одного парня сбил насмерть мусорная машина в Босване я настолько глуп что у меня нет никакого страха правда нет и зрения любовь изгоняет ваши страхи любовь изгоняет зло где источник страха сам враг если вы не верите прочтите евреям 2 глава он удерживает их всю жизнь рабстве страха бог говорит я так люблю вас не бойтесь изумительно не бойтесь я видел фильм мы были на Авеню Ди со всеми молодыми людьми из христианской школы не знаю сколько из вас были там Эйпр была там Латаша Мишель целая группа и произошла интересная вещь она сделала фильм об этом недавно это было невероятно напряженная атмосфера зла преступности много звук letting так что мы будем делать что нам делать со множеством религии так что мы будем делать с такой неразберихой ничего не понятно Так возлюбил. Так возлюбил. Что мы будем делать с таким засилием человеческого рассуждения? Человеческое рассуждение. Это здраво? Нам нужно сделать это вот так. Так подсказывает компьютер. У нас работает технология. Так много этого. Но так возлюбил устраняет это. Так возлюбил. В этом ключ. В этом ключ для миссии. Я записал на листе так много зла, так много мирского, религиозного, так много оппозиции, страха, так много беспокойства, так много негерия, так много испытаний, так много неприятностей, естественного. Что бы там ни было, не имеет значения. Знаете, что это означает? Это удивительно. Что означает, что что бы там ни было? Это ничто. Бог так возлюбил. Бог так возлюбил и заботится об этом. Бог так любит меня. Он не просто любит меня. Он так любит меня. Он любит меня. Его характером, его природой, его работой, его интенсивностью, его пылом, его планом, его целью. Бог так любит меня. Я люблю себя. Позволь Богу любить тебя больше, чем ты любишь себя. Одна из величайших проблем в христианстве в том, что они не любят себя, поэтому и проблемы друг с другом. Если не любите себя, то трудно любить другого. Так возлюбил, изменяет Гуджарат. Так возлюбил, создает отличия в Китае. Хадсон Тейлор сказал, ему предложили пять миссионеров, он отверг всех. Один парень пришел, он его спросил, почему ты хочешь в Китай? Тот ответил, потому что Бог так любит китайцев. И он сказал, ты тот, ты тот, кто мне нужен. Ты тот человек, потому что ты останешься, ты будешь мотивирован. Так возлюбил мир. Бог так возлюбил женщину у колодца. Он так возлюбил слепого Вартемея. Он так возлюбил богатого Закхея. Он так возлюбил человека с шестью тысячами демонов. Он так возлюбил женщину со стечением крови. Он так возлюбил хромого человека Деяния 3. Он так возлюбил сомневающегося кому Евангелия Теана 20. Он так возлюбил отвергающего Петра Евангелия от Матфея 26-27. Он так возлюбил их. Так возлюбил, вытащил их из всех тех ситуаций, какими бы они ни были. Так много проблем, так много греха, так много плоти, так много зла, так много сомнения, так много страха, так много беспокойства, так много переживаний. Вы переживаете сегодня? Избавьтесь от вашего волюма. Примите таблетку «Так возлюбил». У меня проблемы с зависимостью. Примите зависимость «Так возлюбил». У нас есть такая программа. Если вы запишетесь на эту программу, 25 шагов. Нет, у меня есть программа «Так возлюбил», и она становится все интенсивнее и интенсивнее, и Бог так любит меня. Как мы можем благовестить в Америке? «Так возлюбил» несет весь в Америке. Какой у вас план? Какой у вас план? Мой план «Так возлюбил людей». Этот парень убивает людей. Он тащит людей в тюрьмы. Бог так возлюбил апостола Павла, Савла и Старса. Он так возлюбил его. Так любит его. Я рассказал историю, я читал проповедь во всей динаминации, и они все были епископы, все были лидерами. Не помню название церкви, вспомню позже. Не знаю, почему, я просто получил эту проповедь из второй книги царств, девятой главы. И Давид спросил, остался ли кто из дома Саула, чтобы я явил ему милость? Ему ответили, есть один, Мемфи Васфей. И мы говорили о Божьей любви. Я рассказал историю о женщине, чей сын был убит при ограблении. И парень, убивший ее сына, предстал перед судом, и посредством системы, не являющейся системой, так возлюбил, по техническим причинам был отпущен на свободу. Женщина, потерявшая сына, услышала, что у этого убийцы умерла мать. Она пошла к убийце своего сына и сказала ему, «Ты убил моего сына, я хочу, чтобы ты стал моим сыном. Я хочу, чтобы ты переехал в мой дом. Ты убил моего сына, теперь будь моим сыном». Вы скажете, «Надо же, именно так Бог сделал для нас. Наши грехи убили его. Вы убили моего сына, теперь по благодати и благодаря любви, что? Теперь будь моим сыном, будь моей дочерью, будь моим чадом». Вот кто так возлюбил нас, так возлюбил, висит на кресте и выигрывает грабителя. Так возлюбил, говорит отец, прости их, они не знают, что они делают. Это так возлюбил. Это как мы преображаемся, как мы спасаемся через так возлюбил Бог, так возлюбил мир. И так много происходит в мире, но так возлюбил может справиться со всем этим. Я лучше буду общаться с так возлюбил, вы скажете, «Ну, это несколько странно». Вы не знаете, что происходит в мире и какие проблемы. Так возлюбил может решить любую проблему. Так возлюбил может справиться с вашим невероятным, ужасным прошлым. Мое прошлое, мое прошлое, мое прошлое. Так возлюбил выведет вас из вашего фейсбука, и вы преклоните лицо перед ним. Как вам это? Если вы что-то выставите обо мне на фейсбуке или напишите мне имейл, мне это безразлично. Это никак не повлияет на меня, это слишком поздно. Так возлюбил, захватил нас. Я видел одного человека, люди не могут встретиться друг с другом один на один, потому что они боятся прийти к человеку с отношением восстановления и кротости, и любить их. Так возлюбил. Скажите, так возлюбил. Миссии – это все о так возлюбил мир. Независимо от того, этот человек ваш сосед, или человек вниз по улице, или на наших евангелизациях, или миссия так возлюбил. Знаете что? Если я не воспринимаю, что я так возлюблен, тогда у меня нет мотивации так любить людей. Много лет назад мы проповедовали о семи столпах Божьей любви. Бог есть любовь. Бог любит меня. Я люблю Бога. Я люблю себя. Я люблю тело Христа. Я люблю потерянных. И я люблю жизнь. Я люблю жизнь. Она мне нравится. Я люблю ее. Я люблю ее. Семь столпов Божьей любви. Давайте будем так возлюбил людей, так возлюбил множество, так возлюбил религиозного, так возлюбил отступника, так возлюбил неспасенного, так возлюбил наркомана, так возлюбил разведенного человека, так возлюбил негативного человека, так возлюбил человека, которому вы не нравитесь, так любит мир, что он отдал. Такова проповедь сегодня. Это миссия. Это миссия. И это охватывает так много. Отец, благодарим Тебя сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты так любишь мир. Благодарим Тебя. Вы сможете спеть снова эту песню? Мне нравится эта песня. Я просто люблю эту песню. Давайте встанем и прославим Господа. Скажите, Бог так любит меня. Вперед, давайте. Это не какое-то строгое деноминационное собрание. Так возлюбил. Много лет назад возлюбил меня. Скажите, так возлюбил. Давайте помолимся и послушаем эту песню снова. Отец, мы молимся сегодня. Возможно, кто-то смотрит по интернету или здесь, и они никогда не принимали Иисуса как своего личного спасителя. Бог так возлюбил вас. Он любит вас Его характером, Его природой, Его работой, Его возможностями, Его жизнью, Его интенсивностью. Он любит вас. Меня не заботит, кто вы, и что вы сделали. Бог так любит вас. Скажите, Иисус, спаси меня сегодня тем, что Ты так возлюбил меня. Отец отдал Сына. Отец отдал Сына. Скажите, Иисус, спаси меня сегодня. Я молюсь сегодня. Войди в мою жизнь и живи во мне. Жизнью так возлюбил во мне. Божья любовь изменяет людей. Если это Ваша молитва, и все глаза закрыты, и головы склонены, просто поднимите Вашу руку. Иисус, спаси меня. Иисус, спаси меня. Иисус, спаси меня. Возможно, Вы здесь сегодня. Возможно, это происходит с нами, когда так возлюбил отсутствует. Просто помолитесь. Бог, крести меня в так возлюбил. Бог, погрузи меня в так возлюбил. Излей любовь Бога в мое сердце. Так возлюбил. Так возлюбил. Бог ждет, ждет любить Вас. Так возлюбил. Это вечно, это лично. Он возлюбил Своих, возлюбил их до конца. Так возлюбил. Скажите это. Так возлюбил. Так возлюбил. Скажите, так возлюбил меня. Так возлюбил меня. Благодарим Тебя сегодня. Аминь.